Всем привет, в этом видео я расскажу как перенести папки загрузки, документы и рабочий стол на другой диск компьютера в операционной системе Windows. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Выполнить перенос системных папок пользователя не составит особого труда, но прежде чем делать перенос нужно понимать для чего это делается. Прежде вы должны понять целесообразность такого переноса. Сперва давайте разберем в каких случаях стоит переносить эти папки. Делать перенос системных папок загрузки документ и рабочий стол нужно в том случае, если ваш системный диск имеет малый объем и содержание папок пользователя быстро заполняет его. Дело в том, что для нормальной и быстрой работы операционной системы ей необходимо не менять 10% свободного места на диске. Вторая причина переноса папок это сохранение важной информации. Как известно, все программы по умолчанию сохраняют данные на системном диске папок пользователя, и если вы не меняли путь сохранения своих документов или проектов, вы легко их можете потерять. Дело в том, что операционная система может в один прекрасный день перестать запускаться и все ваши данные будут утеряны при ее последующей установке. Поэтому либо сразу меняйте сохранение проектов, либо перенесите папку на другой диск. В случае переноса папок мои документы, загрузки рабочий стол на другой диск все ваши документы и файлы после переустановки системы останутся в целости и сохранности. Ну и еще одна из причин переноса системных папок это продление жизни вашего SSD накопителя. Если в качестве системного диска вы используете SSD накопитель, перенос этих папок продлит ему жизнь. Эти диски имеют ограниченный запас циклов перезаписи, а частота перезаписи данных в этих папках довольно велика. Перенос системных папок загрузки документ и рабочий стол позволит сократить перезапись данных, что в свою очередь значительно продлит жизнь вашему SSD накопителю. Ну что же мы разобрались с основными причинами. Теперь давайте приступим к процессу переноса. Конечно же есть другие причины, но я думаю вы уже поняли для себя зачем это не нужно. Давайте начнем перенос. Вы скажете до чего там может быть сложного просто скопирую папки на другой диск и все на том. Но все не так просто. Системными их называют не просто так. Просто перетащив папки мышкой на другой диск вы их всего лишь скопируете, а не перенесете. Изменений в реестре системы не произойдет и она продолжит видеть их на своем диске и вся последующая информация сохраняется по тому же пути что и прежде. Часть системных папок скрыта от пользователя по умолчанию. В обычной ситуации у пользователя нет надобности для доступа к открытым папкам, в том числе целям безопасности. Неправильные действия неопытного пользователя могут привести к сбою в работе Windows и из-за этого придется выполнить восстановление систем. Потому в этом видео мы разберем как перенести открытые папки, загрузки, мои документы, рабочий стол, изображение, видео, музыка и т.д. Данные папки находятся в профиле пользователя компьютера. Если на ПК несколько пользователей, то у каждого есть свои системные пользовательские папки. Есть несколько способов сделать перенос. Сначала давайте рассмотрим, как переместить папку документы на другой диск с помощью первого способа. Другие папки из профиля пользователя перемещаются аналогично. Для того, чтобы перенести документы на другой диск компьютера, выполните следующее действие. На другом локальном диске компьютера, обычно это диск D, создайте папку с соответствующим именем. Если на компьютере несколько пользователей, то сначала создайте на другом локальном диске папки с именами пользователей, а затем в папках пользователей создайте соответствующие папки. Если у новой созданной папки на другом диске будет другое имя, отличное от имени системной, папка все равно будет переименована. Этой папке будет присвоено имя соответствующей системной папке. Войдите в профиль пользователя компьютера по следующему пути. Документы. Кликните правой кнопкой мыши по папке Документы. В контекстном меню нажмите Свойства. В окне Свойства документы откройте вкладку Расположение и нажмите на кнопку Переместить. В окне выберите конечную папку, укажите новую папку где будут храниться документы, в моем случае диск D пользователи документы. Кликните по ней и нажмите кнопку Выбор папки. После снова откроется окно Свойств папки документы и здесь вы увидите ее новое расположение, как видите она находится на другом диске. Здесь нажимаем Применить и в окне Переместить папку соглашаемся с ее новым расположением, нажав кнопку Да. Теперь осталось лишь дождаться завершения копирования файлов. Переходим по новому пути расположения папки, как видите она стала системной. Чтобы окончательно убедиться в том, что папка документы перенесена на диск D, переходим по старому пути, папки документы здесь больше нет. Аналогично можно перенести остальные доступные системные папки. Эту операцию можно сделать еще несколькими способами. Второй способ разберем на примере папки Рабочий стол. Эта папка также расположена в профиле пользователя на системном диске. Многие пользователи хранят на рабочем столе папки и файлы, которые занимают много места и существует возможность потерять их данных в случае переустановки системы. В таком случае имеет смысл перенести эту папку на другой диск. Для второго способа воспользуемся редактором реестра. Чтобы открыть его нажимаем сочетание клавиш Windows Plus R и в окне Выполнить вводим RecEdit. В окне редактора реестра переходим по следующему пути. В правой части окна выделяем параметр Desktop, жмем по нему правой кнопкой мыши, а затем изменить. В окне изменения строкового параметра в поле значения нужно оказать путь к другому локальному диску, а затем нажать ОК. После этого закрываем редактор и перезагружаем компьютер. После перезагрузки рабочий стол окажется на другом диске компьютера. Перейдя по пути нового расположения вы сможете в этом убедиться. И наконец последний способ. С его помощью я перенесу папку загрузки. Как по мне этот способ является самым простым. Открываем проводник и создаем на другом диске компьютера нужную нам папку пользователя. Затем открываем еще одно окно проводника и переходим профиль пользователя на системном диске, на клавиатуре зажимаем клавишу Shift и не отпуская левой кнопкой мыши перетаскиваем папку загрузки в открытое окно проводника на другой диск. Также можно сразу выделить несколько папок, а затем переместить выделенные папки с помощью перетаскивания зажатой клавишей Shift. После завершения процесса переноса файлов папка загрузки окажется на другом локальном диске компьютера. Как видите перенести открытые системные папки довольно просто и под силу даже начинающему пользователю. С помощью этих трех способов вы сможете перенести все доступные системные папки из профиля пользователя. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.